Совсем недавно Эдуард Артемьев посещал Новосибирск и вот уже в память о знаменитом земляке его родной город стал инициатором международного фестиваля конкурса Сибириада. Конкурсная часть фестиваля будет проходить с декабря по март. По номинациям классическая музыка, электронная, акустическая и видеоарт. Ну а пока фестиваль подарил Новосибирску три масштабных концерта музыки Эдуарда Артемьева. Мы открываем фестиваль трехдневной программой концертной, в рамках которой будут задействованы три площадки. Это театр опера-балета, наш любимый новат, где мы открываем фестиваль. Завтра у нас 28 ноября встреча с жюри и организаторами в студии ВГТРК с онлайн-трансляцией концерта. И 29 ноября у нас концертный зал имени Каца с программой тоже состоящей из музыки кино. И второе отделение это премьера Новосибирская свита и щелкунчик и красивый король. Многие знают, что композитор написал музыку ко множеству фильмов и был дружен со многими режиссерами, в том числе и с Никитой Михалковым, который и открыл первый концерт фестиваля. Я очень рад, что такой потрясающий театр, такой потрясающий зал в этом замечательном городе, родине Леши. Сегодня открывается фестиваль Сибириана. Я очень надеюсь, что вы сможете еще раз насладиться великой, реально великой музыкой. На открытие фестиваля приехали и сын, и внучка композитора, которые продолжают популяризировать и сохранять творчество наследия своего отца и деда. Два года стабильно я уже пою дедушкины произведения. Рэквем в первый раз я сегодня пою, а так я пела Абу-Марию дедушкину уже много раз. Я пела «Где же ты мечта и запретная любовь». Композитор Артем Артемьев, сын Эдуарда Артемьева, также принимает участие в организации этого конкурса. Кроме этого, он еще занимается и издательской деятельностью, записывает музыку отца, известную и то, что осталось в партитурах. Мы сейчас издали два тома на антологии, одну в 18-м году, другую в 23-м, там каждая по 11-12 дисков. В принципе, еще мы рассчитываем на 4-5 томов, еще 4-5 томов будет издана. Ну, плюс еще музыка существует не только на дисках, чтобы она существовала, но и чтобы она еще игралась. Итак, Новосибирск стал родоначальником еще одного масштабного музыкального проекта. Ну, а горожан в июне месяца ждет еще целая череда уникальных концертов, на которых будут объявлены результаты конкурсной комиссии. И мы сможем узнать победителей и познакомиться с их творчеством.